Многие думают, что в Гранд Мобайл сложно разбогатеть, но как бы не так. В этом видео я докажу обратное, ведь я играл в Гранд Мобайл целых 10 часов с самого нуля без доната и без помощи подписчиков, вообще под левым никнеймом. И то, сколько я заработал в самом конце, тебя, мягко говоря, удивит. Не веришь? Можешь промотать в самый конец и убедиться. Но какой в этом смысл? Важно не то, сколько я заработал, а как, поэтому желаю приятного просмотра. И да, Ола Амигос на связи Матвей. Ну что, друзья, я уже в игре, выбираем самый новый 32 сервер и начинаем наши 10 часов. Как назвать персонажа? Ну, Рик Дрис Сталин. Во, мне кажется, отличное имя. Все, отлично, друзья, спавнимся на вокзале и вот-вот начнется наш челлендж. Мне уже не терпится начать наше выживание, потому что, честно, я не знаю, что я смогу вообще сделать в игре за 10 часов. Но, в принципе, нам пофиг на скин. Давайте, вот пусть будет вот такой вот белобрысый пацан. Обучение пропускаем. Ну все, 10 часов в Гранд Мобайл официально начинается. Первым делом я, конечно же, прохожу начальные квесты, куда уж без этого. Смотрим обзорчик. Интерактивный спектакль для детей за мотивами двух супер-игр. Бравл Старс и Майнкрафт. Супер. Легчайшие два косаря и два экспи. Второе задание купить шавуху тоже выполняем сразу на спавне. А теперь будет сложновато, ведь нам предстоит работа на шахте. Арендуем тачку и едем. А пока поясню за правила челленджа. Хоть я и делаю, что захочу, но я не могу использовать дана. Во-вторых, я не могу стоять в АФК. Ну и в-третьих, я обязан заниматься чем-то полезным. То есть я не могу просто стоять и, например, общаться с кем-то не по делу. Вот бы мне такой продуктивности в реальной жизни. Начинаем работу шахтера и спускаемся под землю. Я уже не раз проходил это задание и обычно оно занимает около 20 минут. Эх, как же я завидую, что вы сейчас смотрите, а не играете. Мне уже скучно. С гурим пополам я справился с этим заданием. Забираем у прораба бабки. Гоним дальше. Получаем паспорт, выполняем следующее задание. А теперь снова фарм. Причем за копейки. Эдита не будет, не ждите. Ну и это задание оказалось мне под силу, хоть и потратил на него я 45 минут. Теперь едем в продуктовый и затариваем телефон с сим-карты. Кстати, как вам мой блатномер? Че, за сколько продать? Пишите в комментариях. А теперь едем в больницу, дабы получить медкарту. Я в пиздец по салону гуляю. Не делай дамага! Ой, бля, да ну нахуй! Вы не переживайте, я и во второй раз поломался. Кое-как через 5 минут я все же доехал. Самое время перекусить. Ну и теперь снова фарм. Ну тут хотя бы платят неплохо. И вот она последняя заветная коробка. И все, идите нафиг. Вот честно, я задолбался. Осталось только права получить и оп, а я уже все. Мы полностью прошли начальную квестовую линию, заработали почти 100 тысяч рублей. И тем временем прошло целых 2 часа. Во, как раз получили кейсик. Впереди еще основная квестовая линия. И дабы облегчить мои страдания, да и заработать побольше денег, воспользуемся секретным лайфхаком. И вы, кстати, тоже можете им пользоваться. Для этого открываем меню, нажимаем на кнопку промокод и вводим сюда мотивкар. Активируем и... Бл***! Миллион двести на баласе! Теперь у нас есть на халяву быстрая машина. Стоимостью, между прочим, 15 миллионов рублей. Да еще и донатный скин мотивкара, то есть меня. Такого вы больше нигде не получите. Очевидно, это лучший промокод, так что пользуйтесь. Тем временем я вспомнил, что в игре существуют еще ежедневные квесты, которые я тоже буду стараться выполнять. Вот, кстати, одним из заданий было купить лотерейный билет, что я, собственно, и сделал. И получил на халяву 2 экспи и 3 тысячи рублей. А сейчас начинаем работу автобусникам. Нам нужно выполнить три рейса. И по опыту знаю, что самый быстрый маршрут это городской Арзамас. Ну, сейчас поздняя ночь, игроков почти нет, что может пойти не так? Да ты че? Не, я серьезно, все прошло хорошо. К сожалению, я не записал завершение задания, потому что у меня разрядился телефон, но его выполнение заняло около 25 минут. Забираем награду и теперь нам нужно купить скин. Вы че, угораете? Я не буду платить такие деньги только за вход. Развели меня, короче, владельцы магазинов одежды, да и мне нахрен не нужен этот скин, ведь у меня есть вот такой вот красавчик. Я попытался слить скин бомжа в гос, но цена меня, мягко говоря, не устроила. Поэтому я решил воспользоваться внеземными технологиями и выставить этот скин в постамат. Рекомендуемая цена меня тоже не устроила, ну, хотя бы попытаюсь вернуть часть слитых денег. Я собирался по квесту на работу механика, но вдруг случилось это. Не зря я все-таки тогда вел промокод Мотивкар, задумайтесь. По квесту я должен обслужить 30 автомобилей, но вопрос, как я это буду делать в час ночи? Так как прохождение у нас честное, я решил отказаться от своего способа выполнения этого задания, о котором я говорил в ролике про начальные квесты. И не зря, потому что фана было много. Вот, например, я подвез какого-то бедолагу, а он взамел дал мне себя починить. Но в основном я фармил клиентов на авторынке. В какой-то момент я вспомнил, что у меня накопилась прокрутка колеса удачи, поэтому решил заскочить в казик. И также прокрутить ежедневные кейсы, которых у меня целых две штуки. Сначала мне, о господи, выпала лада Нива, а затем 3 экспи. Начало пока бодренькое. Вращайте барабан. Ну, я, короче, офигел. Тут я включил свой мозг и додумался, что пока я все равно работаю механиком, я могу выставить свой ВАЗ на продажу на авторынке. Выпускайте кракена. Но у меня все равно ничего не вышло, потому что когда я выставил свою ладу на авторынок и помчался обратно к машине механика, меня... да. Иногда очень сложно выразить словами то, что творится у тебя внутри. Кстати, халявный донат номера Мотивкар на любом сервере Гранды получает Тима, Янка и Илья. Поздравляю, для получения приза пишите на этот Телеграм. А если ты хочешь получить халявные 100 тысяч рублей также на любом сервере, то смотри это видео до конца и пиши в комментариях секретное слово. Побеждает первый рандомный комментатор. Итоги в следующем ролике. Подписка на канал обязательно. Удачи. Я перезашел, первым делом отправился на авторынок и выставил свой ВАЗ и, о боже, даже нашел Челика, который готов был меня подвезти до вокзала. Оттуда на арендованный ОК я приехал на работу механика и продолжил выполнять задания. Снова подобрал Челика, но позже он почему-то вышел. Я за ним вернулся, а вот он ко мне нет. Чуть позже я нашел очень странный заказ, потому что я был в Арзамасе, а он в Южном, да еще он вызвал механика аж несколько раз. Приехав на место, я понял, в чем дело, ну и, конечно же, не упустил шанс хорошо заработать. Я кинул бедолаге починку за 5000 рублей и, естественно, он ее принял. Тем временем мне осталось всего 11 заказов. Я получил еще одну прокрутку колеса удачи и, конечно же, не упустил шанса ею воспользоваться. Ну и тут сразу было понятно, к чему идет дело. Ну раз уж выпали фишки, почему бы не воспользоваться такой замечательной возможностью поиграть в Блэк Джек? Вы не представляете, но я затащил эту гребаную катку. Ну, ебаны, блядь, давайте сюда. Бам, блядь! Второй! Бам! Сипа, я не люблю нахуй, пошел отсюда! Да-да, я все просрал, ну а че вы еще хотели? Это казино. Я также пытался открыть ежедневный кейс, но, увы, безуспешно. Десять минут спустя я наконец-то починил последнего клиента. Но расслабляться пока рано, ведь далее идет задание с развозом посылок. Благо, я был у почты, поэтому сразу поехал за первым заказом. Скинчик мой все еще продается. А потом оказалось, что для доставки посылки нужно завершить работу. Вот потом, блядь. А потом вдобавок у меня еще игра зависла. Да ну нафиг это все, вы вообще видели время, я спать. Но внезапно, прям перед сном, я вспомнил, что в Гранде есть такая тема, как батл пасс. Мне оставалось совсем чуть-чуть кристаллов для прокрутки батл пассного кейса, поэтому я решил подфармить чуть-чуть кристаллов в картинге. Конечно же, в картинге я победил. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживаюсь. Ну все, самое время крутить рулетку. Кстати, как вы думаете, что случилось? Перед тем, как мы узнаем, напишите об этом в комментариях. Сказать, что я офигел, это ничего не сказать. Хорошо, что я играл без микро, потому что заорал я дико. Мне понадобилось всего 5 часов на то, чтобы стать миллионером в Гранд Мобайл. Лежать плюс соса! Изначально я хотел сделать фул видео про 10 часов в Гранд Мобайл, но, увы, не успеваю по времени. Пришлось принять нелегкое решение и разделить эти 10 часов на 2 части. Так что, если такой формат вам нравится и вы хотите продолжения, наберем под этим видео более 3000 лайков, и вторая часть не заставит себя долго ждать. Вы увидите, как я занимался перекупом, вступил во фракцию и заработал еще больше денег. Все это без доната и без помощи подписчиков. Если ты все еще здесь, отметься в комментариях секретным словом «Путь бомжа», ведь все такие комменты я обязательно лайкну, и они будут участвовать в розыгрыше. Смотри мои другие видео на канале, и по традиции с вами, как всегда, был Матвей, Нурик Дристалов, астало и аго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!